Вы слушаете чтение Библии. 2 сентября. Книга Неемии с 11 по 13 главы. Глава 11. И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах иудеи жили всякие в своем владении по городам своим, израильтяне, священники, левиты, нефинеи и сыновья рабов Соломона. В Иерусалиме жили из сынов Иудинах и из сынов Вениаминовых. Из сынов Иудинах Афаия, сын Узи, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафати, сын Малилеила, из сынов Фаресовых. И Маосея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаи, сын Адаи, сын Ио Иарива, сын Захарии, сын Шелония. Всех сынов Фаресовых, живших в Иерусалиме, 468. Люди отличные. И вот сыны Вениаминовых, Салу, сын Мишулама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Калаии, сын Маосеи, сын Ифиила, сын Исаии, и за ним Габбай Салай, 928. Иоиль, сын Захри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. Из священников Иедая, сын Ио Иарива, и Ахин, сын Сираия, сын Хелкии, сын Мишулама, сын Садока, сын Мираиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божием. И братья их, отправлявшие службу в Доме Божием, 822. И Адая, сын Иерахама, сын Филалии, сын Амцея, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии, и братья его, главы поколений, 242. И Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мишелимофа, сын Имера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдеил, сын Гагидалима, а из левитов Шимая, сын Хашума, сын Азрикама, сын Хашави, сын Вунья, и Шавфай, и Иозавад, из глав левитов, по внешним делам Дома Божиего. И Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве, и Багбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шамуя, сын Галала, сын Идифуна. Всех левитов во святом городе, 284. А привратники Акуф, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильчане, священники левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Афеле, над нефинеями Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михии, сынов Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем. Потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. Ипитахия, сын Мишизавела, из сынов Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся народа. Из живших же в селах на полях своих сыны Иудины жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Яковцеили и селах его, в Ешуе, в Маладе и в Беф-Палете, в Хацар-Шуале, в Версавии и зависящих от нее городах, в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах, в Анремоне, в Цоре и в Иармуфе, в Зануахе, Адаламе и селах их, в Лахисии и на полях его, в Азекии и зависящих от нее городах. Они расположились от Версавии и до долины Еномовой. Сыны Вениаминовы, начиная от Гевы, в Мехмасе, Гае, в Вефиле и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гефаиме, Хадиде, Циваиме, Невалате, Лоде, Оно, в долине Хорошиме, и левиты имели жилища свои на участках Иуды и Вениамина. Глава 12. Глава 13. 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 Главы 15. Главы 14. Это 2 inte22. Матфания, Багбукия, Овадия, Мишулам, Талмон, Акуф — стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисуса, сына Иоседека, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нитафавских, и из Беф-Гагелгала, и из полей Гевы и Азмовета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее, Азария, Ездра и Мишулам, Иуда и Вениамин, и Шимая и Иеремия. А из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоаннафана, сын Шимаи, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа и братья его Шимая, Азариил, Милалай, Гелалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Ханании с музыкальными орудиями Давида, Человека Божия и книжник Ездра впереди них. Под для ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова по лестнице, ведущей на стену поверх дома Давида до водяных ворот, что к востоку. Другой хор шел по противоположной стороне, и за ним я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананела, и башни Мэа к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у дома Божия, и я, и половина начальствующих со мной, и священники, Елиаким, Маосея, Миниамин, Михей, Илеоинай, Захария, Ханания с трубами, и Маосея, и Шимая, и Елиазар, и Узи, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Эзер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему, и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыне левитам, а левиты отдавали святыне сынам Аароновым. Глава 13 В тот день читано было из книги Моисеевой «Вслух народа» и найдено написанное в ней «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божье вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того, священник Елиашиф, представленный комнатам при доме Бога нашего близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебные приношения, ладан и сосуды и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. «Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашиф, отделав для Товии комнату на дворах дома Божьего, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товия вон из комнаты, и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды дома Божьего хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежали с каждой на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами дом Божий. Я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока-книжника, и Федаию из левитов, и при них Ханана сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал из дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точило, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. Я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И теряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний. Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город этот все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После этого, когда смеркалось у вороты иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за это помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аманитянок и маовитянок. И оттого сыновья их наполовину говорят по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все это великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Илеашива, один был зятем Санавалата Харонита. Я прогнал его от себя. Вспомини им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левицкий. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне. Конец книги Продолжение следует...